У меня всё. Спасибо, что послушали. Какая отвратительная рота. Вот. Моё почтение. Меня зовут Dream Reaper. Я бездарь, завистник и никто. И знаете, мне надоело им быть, поэтому в субботу я сгонял на лекцию Веста в Москве. Это отличный повод, чтобы увидеться. Самое забавное, что у меня была возможность бесплатно выпить, послушать инакондос, провести время с друзьями и встретить другого блогера. Но хей, я же душа компании. Звучит не очень. Если что, я не марлофажа в духе. Лучше бы книжку пошли почитать. Камон, этанола кофеин и так убьют меня быстрее, чем мне бы этого хотелось. И вряд ли с этим можно что-либо поделать. Разве что начать бегать по утрам, спать по 8 часов. В общем, так или иначе я пошел на лекцию Александра Рыбакова о роли неона в кино. И мне бы хотелось поделиться с вами впечатлениями от нее. Вбросить под конец года немного инфы о следующем обзоре. И сказать пару слов о разрядке. Итак, если кто не знает, Вест это один из тех чуваков, что не просто выкладывает свое мнение о фильмах на суд общественности, а старается просветить зрителя на тему, если угодно, механики кинематографа. Лекция. Ну, я точно могу сказать, что пришел туда не для фоток. Во-первых, телефон Флай явно разработали для того, чтобы отбиваться им от стаи собак, но не использовать как камеру. А во-вторых, мне довольно трудно просить о чем-либо людей, из-за того, что я боюсь показаться навязчивым. О, Витя, Витя, ага, можешь помочь мне бабла поднять, пожалуйста? Ну, Ви... Зато память осталась в блокноте, а это достаточно надежное хранение знаний. Знаете, что мне нравится в ручке и бумаге? Это дерьмо никому не взломать. А, да, я же про лекцию говорил. Если вы смотрели хоть один ролик с канала End Action, то вы могли понять, что Вест хороший диктор и сценарист. Так что два часа пролетели достаточно быстро. Узнал много нового о свете, который моя камера не будет отображать. Пополнил список того, с чем надо ознакомиться. Зарядился невероятной мотивацией, которую я буду использовать для создания новых видео. И я впервые за долгое время почувствовал себя живым. Возможно, дело во мне, но когда я в течение недели раз за разом вглядываю в свое лицо и слушаю свой голос, мир становится чем-то вроде сжатого круга, из рефлексии и самокопания. Ты начинаешь думать, делаю ли я правильно? Куда идет моя жизнь? Может быть, все это зря? Я не жалуюсь, это интересная мне работа, но я боюсь. Мне становится действительно страшно за то, что будет завтра. И хочу ли я, чтобы оно вообще было? Поэтому нам нужна разрядка. Нужно время от времени сменять род деятельности и пробовать что-то новое. Например, лекция Вестоп была для меня первой встречей блогера, на которую не пришли сотрудники полиции. Достаточно необычно. Пффф, политические шутки. Нет, нет, нет. После трудовой недели, будь то учеба или работа, мы должны давать себе небольшую разгрузку. Использовать возможность высказаться перед друзьями, получить знания в живом общении от экспертов в интересующем вас предмете. Или просто пройтись по парку. Это один из ответов на вопрос, почему я снимаю это видео, а не иду монтировать обзор. Мне нужна разгрузка. Монтаж несколько уматывает, я наснимал материалы на 8 часов. И я не хочу, чтобы это превратилось в рутину. Поэтому нужно снимать что-то новое. Естественно, это не будут реакции, за которые я прошу прощения. Я буду стараться делать так, чтобы контент не разочаровывал ни вас, ни меня. Кстати, о контенте. Как вы, возможно, поняли, обзор находится на стадии монтажа. И я виноват, его выход немного затягивается. По причинам, которые я могу объяснить. Обстоятельства номер один и обстоятельства номер два, кому не насрать. В общем, да. Я не хочу грустить вас, просто даю понять. Я не забил на канал, новый обзор на подходе и... Я считаю то, что вы пишете. Просто мне важно взгляд со стороны. Для того, чтобы наиболее объективно оценивать то, что я делаю. Ну и типа, камон, в 2017-м доверять самому себе? Ну, такое. There is no one you can trust. No one you can trust. Ну, естественно, мое мнение субъективное, неправильное и... Погодите. На канале грядут изменения, и мне будет нужна новая конечная фраза. Так что удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok